Народ, всем привет! Сегодня хотелось бы поднять такую тему, как типичные ошибки спортсменов, как любителей, так и более опытных, которые не дают вашим мышцам быстро и правильно расти. Ведь многие из нас ходят в зал и ежедневно тренируются не только потому, что хотят прокачать свою выносливость, быть более здоровыми и крепкими, но и для того, чтобы выглядеть красиво и эстетично. Аккуратные большие мышцы, сильные руки, крепкая спина и прокачанная грудь – вот о чем мечтают большинство мужчин в зале. Ну а девушки мечтают о стройной талии и красивых ногах. Но многие из них в погоне за своей мечтой совершают одни и те же ошибки каждый день и самое печальное, что зачастую просто не замечают этого. Еще что печально, что это не только задерживает развитие нашего тела, заставляя нас терять время впустую, ну и часто делает сам рост мышц просто невозможным, ну или затруднительным. А мы не понимаем, почему так происходит, и день изо дня повторяем все те же ошибки, а роста как не было, так и нет. Но давайте попробуем разобраться в главных проблемах более детально. Первая причина, которая по сути является основой других – это неправильно подобранные параметры тренировок, которые мы повторяем день изо дня. Это касается и девушек, которые чаще всего приходят в зал поприседать и поскакать на скакалочке, используя при этом самые маленькие веса в надежде, что простые приседания и взмахи с пластиковыми гантельками сделают их подтянутой. Но это не так, они просто теряют время и зал для них становится очередным местом для селфи. Да, есть аэробные занятия с небольшими весами, прыжками, скакалками, приседаниями, но они предназначены, ну, больше как бы для похудения и увеличения расхода калорий, а не укреплению ваших мышц. А приседая 12 раз с самой маленькой гантелькой, которую вы нашли в зале, вы ничего не прокачаете. И это касается не только женщин, но и мужчин, и не только ошибка в неверно подобранном весе, но и с выбором упражнений, частотой тренировок, программой и так далее. Пример с мини-гантельками это лишь пример, который вы можете видеть каждый день в любом зале по всему миру. Простая ошибка, но все эти люди уверены в том, что они делают все правильно. Просто подумайте, оглянитесь на себя, проверьте свою технику и программу тренировок, посоветуйтесь тренером, возможно и вы совершаете ряд ошибок, которые просто забирают ваше время. Особенно, если вы плохо растете в силовых, а ваша мышечная масса не увеличивается. Вторая причина, которая вытекает из первой, это упор на мелкие упражнения и мышечные волокна. Еще одна частая ошибка, наряду с девушками и их мини-гантельками, в любом зале мира, парни, которые усиленно качают бицуху гантелями, ноги в тренажере и грудь разведением блоков. И я говорю не об опытных спортсменах и бодибилдерах, которые зачастую прокачивают мелкие мышечные группы для отдельной их проработки к соревнованиям, для пропорций и так далее. Если вы новичок, да даже более опытный спортсмен, но стремиться к мистер Олимпии вам не нужно, то и упор надо делать на базовые упражнения и только на них. Становая тяга, приседания с гантелями, штангой, брусья, подтягивания, вот что сделает вас сильнее, мощнее и даст большой скачок в росте, причем не только больших мышечных групп, но и маленьких сопутствующих. И ваши трицепсы, бицепсы и предплечья, которые многие любят. Все это будет расти в правильной пропорции и совместно. Кстати, если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк, а также подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы получать уведомления. И третья проблема, вытекающая из первых двух, это уменьшение полезной нагрузки. Почему мы не любим выполнять базовые упражнения? Потому что это затрачивает огромные усилия всего нашего тела. А человек так устроен, что он идет всегда по пути наименьшего сопротивления. Зачем делать становую тягу или отжимания на брусьях, если можно отдельно покачать бицепс гантелькой, отдельно трицепс, отдельно поднять штангу на грудь, потом и про дельты не забыть. Все эти упражнения по отдельности выполнять гораздо проще, чем одно базовое, просто потому, что в моменте ваше тело не тратит такое количество энергии и сил. Но при этом вы теряете огромное количество времени на выполнение никому не нужных отдельных упражнений на маленькие мышечные волокна вместо двух базовых. При этом и мышечные волокна, ваши мышцы в целом, ваша выносливость и сила будут расти в разы больше от базовых упражнений, чем от изолирующих. И лень тела проявляется не только в этом, и даже в выборе простых упражнений. Например, все любят толкание блока ногами, чем приседания со штангой. Опять же, только потому, что вы затрачиваете меньше силы и энергии, лежа в тренажере и толкая вес только за счет силы ног, чем 10 раз присесть с тяжелой штангой, при котором будут работать не только ноги, но и большая часть вашего тела, удерживая вес в равновесии, вашу спину, руки. Но вместо этого вы потом будете тратить кучу времени на проработку этих отдельных мелких мышечных групп, а какими-то отдельными упражнениями и столько же лишнего времени на последующее восстановление после этих упражнений. В общем, как-то так, народ, если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, читайте нас в Яндекс.Зене, ВКонтакте, в Инстаграме, все ссылки в описании. Всем удачи, народ, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok